Первый том Евангелия от Марка 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 Аминь Аминь Нет, я спрашиваю, я не отнимаю право выбора, я спрашиваю, куда делись Никакого притеснения нету в этом Кругонарод, братвы в природе Братвы в природе, закон какой-то новый Сегодняшнее евангельское чтение Евангелие от Марка Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Девятая глава, стихи с 14 по 31 Стихи 14 и 18 Придя к ученикам, увидел много народа Оголовьих и книжников, спорящих с ними Тотчас, увидев его, весь народ изумился И подбегая, приветствовали его Он спросил книжников О чем спорите с ними? Один из народов сказал в ответ Учитель, я привел к тебе сына моего Одержимого духом немым Где не схватывает его Повергает его на землю И он испускает пену И скрижащит зубами своими И цепенеет Говорил я ученикам твоим, чтобы их изгнали его И они не могли Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Иисус, пришедший к тем девяти ученикам Которые не восходили с ним на гору Нашел их в состязании с фарисеями Ибо в отсутствие Иисуса Фарисеи, приступив к ученикам Его Покушались привлечь их на свою сторону Стихи 19 и 27 Отвечая Ему, Иисус сказал О, род неверный, доколе буду с вами Доколе буду терпеть вас Приведите Его ко Мне И привели Его к Нему Как скоро бесноватый увидел Его Дух сотряс Его Он упал на землю и валялся, испуская пену И спросил Иисус Отца Его Как давно это сделал с ним Он сказал С детства И многократно дух бросал Его И в огонь, и в воду Чтобы погубить Его Но если что можешь Сжалься над нами и помоги нам Иисус сказал Ему Если сколько-нибудь можешь веровать Все возможно верующему И тотчас Отец Пророка воскликнулся слезами Верую, Господи Помоги моему неверию Отец Отрока Отрока Иисус, видя, что сбегается народ Запретил Духу нечистому Сказав Ему Дух немой и глухой Я поголеваю тебе Выйди из Него И впредь не входи в Него И вскрикнув И сильно сотрясший Его вышел И Он сделался как мертвый Так что многие говорили, что Он умер Но Иисус, взяв Его за руку Поднял Его И Он встал Толкование Итак, человек тот, пришедший к Иисусу Винил учеников, что они не могли Исцелить Сына Его Но Христос обращает Отдвинение на Него самого И говорит как бы так Ты не имеешь веры И потому ты сам виновен в том Что не исцелился Сын Твой Впрочем, слова Иисуса Относятся не к одному только Этому человеку А говорит Он это Вообще всем иудеям Укоряя их за неверие Притом Он запретил Духу Увидев собравшийся к Нему народ Опять потому, что не хотел Истелять предмножеством народа Для показания своей силы И для своей славы Но Он попустил Бесу разбить отрока Дабы все поняли Бесовское искушение И то, что Бес мог бы Умершлять человека Если б не ограждала их рука Божия Говоря в переносном смысле Бес повергает людей в огонь гнева и похоти И в бурные волны житейских дел Этот бес нем и глух Глух, как не хотящий слышать словес божественных Нем, как немогущий и других научить Чему-либо душеполезному Но когда Иисус То есть евангельское слово Возьмет человека за руку То есть управит его деятельные силы Тогда он освобождается от беса Бог готов помогать нам Но мы сами отрицаемся делать добрые дела Стихи 28 и 29 И как вошел Иисус в дом Ученики Его спрашивали Его наедине Почему мы не могли изгнать Его? И сказал им Сей род не может выйти иначе Как от молитвы и поста Толкование Ученики боялись Не лишились ли они благодати Данной им от Господа И не потому ли не могли изгнать беса Заметь и благоговение их в том Что приступают они к Иисусу наедине Сей род Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесячии Или вообще весь род бесов Который не сгоняется иначе Как молитвы и постом Должно поститься и тому Кто страждет от них И тому кто хочет целить И тому и другому это нужно Особенно же требуется это От самого страждущего Да и не поститься только надо Но и молиться И не молиться только Но и поститься Ибо так истинная молитва совершается Когда соединяется с постом Когда молящийся Не обременен пищей Молиться легко и без затруднения Стихи 30-31 Выйдя оттуда Проходили через Галилею И он не хотел Чтобы кто узнал Ибо учил своих учеников И говорил им Что сын человеческий Предан будет в руки человеческие И убьют его И по убиении В третьем день воскреснет Толкование Везде Слово о своем страдании Соединял Иисус С чудотворениями Дабы не думали Что он страдал по немощи За скорбями Всегда последует радость И поэтому Дабы не истоевали духом Напрасно в скорбях Но надеялись Получить что-либо И радостное Богу нашему слава На веки Аминь Ну а болящих уже все слышали Все напоминали Татьяна Кузьмична Подробно переписала Я хотела только Это сказать Чтобы хорошо помолились Валентине Павловне Она лечение Проходит Но это лечение Ей только Ухудшило Вот ее состояние И намного Поэтому Да Ну обещают Вроде бы Пройти Она в стационаре Лежит? Не нужно бы это пройти Нет Она входит на уколы Ходит Да Поэтому усиленно Помолитесь За Ольгу За Ольгу За Ольгу Ольгу Петровну За ее сестру У нее тоже положение Очень плохое Ноги не ходят Они обе бездвижен Но там из технику Мы пообещали Вроде бы может это Ну должны ученики Помогать ему Хотя бы за продуктами ходить Вот А у нее с ногами Ну ее пошлют Ну договорились где-то Поедет она лечиться Такая болезнь Что не лечит Еще не убедит Ну и у нас Кто Надя Наполина Она уже вон пришла У нее вчера сильно живот болел И Диана У нас Диана Дарья Дарья Простите Дарья Все так Вроде бы Остальные все на месте Тяжелые Александра Еще у нас в понедельник На операцию Сейчас будет Ну она уже Неделю назад объявляла Мы уже знаем об этом Что она Завтра на операцию Александра Михайловна Молитесь Вот сколько они уже Проболели И Даже вот сегодняшнее Еще состояние Их не важно Надо Молиться За них Ну семья Крутины Тоже они Вроде из вирусной болезни Они вышли Но Другие болезни Еще не покидают Их Воробе Николая Надо молиться Чтобы Господь Его Не знаю Он Не собирается Вроде Оперироваться Но в общем Как-то Я не знаю Ситуация такая Наперироваться Наперироваться Я вроде Сейчас еще Полусила Что дальше будет Да Но мы Ничего не знаем Вот Я уже сколько 50 лет В медицине И Даже больше Теперь уже Значит Ничего не знаем Игнать Меня спрашивает А сколько Вот мне еще Я прожил Я говорю Ну что я буду гадать На кофейной гуще Статистика Да я знаю Как делается Статистика Меня Учить не надо Есть служ Есть большая ложь А есть просто статистика Потому Три года Вам Или Или Тридцать лет Или Пятьдесят лет Еще неизвестно Я Первый раз Когда увидел На Секции Сердцу Пораженное Злой опухолью Злокачественной опухолью На 70% Мышца сердца Которая гонит Как насос Кровь По всему организму На 70% А клиника То есть клинические проявления Симптомы Были всего полтора месяца И капот Да Так что Что мы знаем Да ничего не знаем Надо взыскивать Бога А не врачей Ну прежде Однако Господь говорит Что Я знаю Что среди неверующих Людей Я знаю Что среди неверующих Людей Чаще всего Ропот Ропщит Прежде всего На погоду Жарко Холодно Дождь Засуха Все плохо Все плохо Но Я знаю Что и среди нас Тоже Нередко бывают Ропотники И мы Сами по себе Если Себя так На мелкое Начнем Разбирать То Ропот в нас Присутствует Однако Мы должны Благодарить Бога Бесконечно За то Что с нами Случается И за холод И за тепло И за дождь и снег И за друзей и врагов И за все Нужно благодарить Бога И за то Что у нас есть деньги И за то Что у нас нет денег Что у нас еда есть И за то Что ее нет За все Болезни есть или нет За все Благодарить нужно Бога И почаще нам надо Обращаться К этому Славному Канону Который Называется Слава Богу за все Виктор Андреевич В субботу Ой в среду Во сколько Вам собираться Давайте решим Сейчас Ну давай Виктор Андреевич Вы придете? Я постараюсь Ты придешь? Не знаю Не уверен Не знаю Вот очень нехорошо С этой твоей стороны Ты все-таки в реализации Я приду Это тогда все Тогда можешь не ходить Ну я думаю Я продолжу У нас 3 часа будет Где-то 4, да? Я думаю В 4 До 7 часов Ну можно С 5 Если кто-то Скажет Я к 5 Подойду Ну Пой подходит Начнем В 4 Я так всегда и говорю Я так всегда и говорю Я вернусь К этой теме Опоздайте Не чувствовать В 4 В 4 В 4 В 4 В 16 В 0 В среду Братья и сестры Простите меня Это грешно И благодарю вас За молитву Да поможет вам Господь Помоги Крепить вас вам Здесь вот в этой книге Говорится о золотой молодежи И как она получается Но у нас золотой молодежи Среди нас нет Но это не значит Что некоторые из нас Могут своих детей Держать в каких-то условиях Которые приближают В таком состоянии Позолотить маленько Да маленько Позолотить хотят Думаю вы сталкивались С понятием золотая молодежь Это девушки и юности Чили родителю Очень состоятельные люди Бизнесмены Политики Крупные чиновники Артисты Или просто работники С невероятно большими зарплатами Особенность таких детей В том что родители Растили их в изобилии И закрывали все их потребности В итоге Выросли подростки Которые абсолютно Не приспособлены к жизни Молодые люди Которые ничего не хотят Ну а зачем Чего-то хотеть Ведь все уже есть Не нужно прикладывать Никаких усилий Чтобы что-то получить Естественно Некоторые из них Ищут острых ощущений Чтобы закрыть пустоту Внутри себя И находят их В виде алкоголя Наркотиков Бесценно проматывает жизнь В целом Это очень несчастные люди Впрочем Этот механизм Свойственный не только людям Но и другим живым существам Перейду в пример Эксперимент Джона Келхуна Который назвался Вселенная 25 Его целью был Анализ влияния плотности популяции На поведенческие паттерны грызунов Келхун построил настоящий рай для мышей В условиях лаборатории Был создан огромный бак Размерами 2 на 2 метра И высотой 1,5 метра Откуда мыши не могли выбраться Внутри бака Поддерживалась постоянная Комфортная температура Еды, воды и гнезд Для самок Было с избытком Здоровье мышей Контролировали ветеринары Так были созданы Идеальные условия Без каких-либо угроз Со стороны внешней среды Ничего он мне не напоминает? Я прародитель Которые создают Аналогичные условия Для своих детей Система обеспечения Едой и водой Была продумана так Что без проблем Одновременно пытаться могли 9500 мышей А потреблять воду 6 тысяч Пространства было Более чем достаточно Нехватка укрытия Могла возникнуть Только при достижении Численности популяции Свыше 3840 особей Хотя такого количества Подопечных Никогда в баке не было Максимальная численность Популяции Отмечена на уровне 2200 мышей Фазер А Эксперимент начался С помещения Внутри бака Четырех пар здоровых мышей Четыре пара Они быстро смекнули В какую сказку попали И начали усиленно Размножаться Фаза Б Как только родились Первые детеныши Ученые назвали Эту стадию Фазой Б Это стадия Бурного роста Численность мышей Удваивалась Каждые 55 дней Фаза С Начиная с 315 дня Темп роста Популяции Сильно замедлился Теперь численность Удваивалась Каждые 145 дней В этот момент В баке проживало Около 600 мышей Сформировалась Определенная иерархия И некая Социальная жизнь Стало меньше Места Чем было ранее И на этой стадии Начали происходить Очень интересные процессы Первое Появилась Категория Отверженных мышей Отверженных Кавычках Которых другие Сгоняли В центр бака Отличить группу Отверженность Можно было По истрепанным Хвостам Выданной шести И шрамам на теле Это были Молодые особи Которые не нашли Для себя Специальной роли Социальной роли В мышиной иерархии Проблема Отсутствия Подходящих Социальных ролей Была вызвана тем Что в идеальных Условиях Бака Мыши Жили долго Стареющие мыши Не освобождали Место для молодых Поэтому Взрослые Сильные самцы Были агрессивны Нападали на молодняк У изгнанных Самцов Что-то Ломалось В психике Они меньше Проявляли Агрессию Не желали Защищать Своих беременных Самок И исполнять Любые Специальные роли Социальные роли Второе Самки Готовящиеся К рождению Становились Все более Нервными И агрессивными Поскольку Их самцы Становились Пассивными Самок Уже Никто Не защищал От внешних Атак Самки Стали Проявлять Агрессию Часто Драться Защищая Потомство Однако Эта Агрессия Была Направлена Не только На окружающих Но и На своих Жить Детенышей Зачастую Самки Убивали Их И прибирались Жить В верхние Гнезда Становились Агрессивными Отшельницами И отказывались От размножения В итоге Рождаемость Сильно Упала Фаза В этой фазе Начала Проявляться Новая Категория Мышей Которых Ученые Назвали Красивые В кавычках Это были Самцы С очень Странными Непривычными Моделями Поведения Они Отказывались Драться И бороться За самок И территорию Не провели Желание Спариваться И были Склонны К пассивному Стилю Жизни Красивые Только Ели Пили Спали И чистили Свою шкурку Избегая Конфликтов И выполнения Любых Социальных Функций Подобное Имя Они получили Потому что В отличие От других Мышей На их теле Не было Следов Битв Шрамов И выдранной Шерсти Выглядели Идеально В итоге В баке Остались Лишь Красивые И самки Одиночки Которые Не проявляли Никакого Интереса К друг Другу И мирно Умерли От старости Выглядит Это Как страшная Научная Фантастика Но это Реальный Задокументированный Научный Эксперимент Который Легко Найти В открытых Источниках Какой Вывод Мы можем Сделать Здесь Чтобы Ребенок Вырос Полноценной Личностью Со своими Желаниями Интересами И стремлениями Вы должны Обеспечить Ему Такую Среду Которой Ему Придется Сопротивляться Он Должен Уметь Зарабатывать Деньги Даже Если Вы Безумно Богаты Потому Что Без Отступления Без Отсутствия Сопротивления В нас Что-то Ломается И мы Теряем Интерес К жизни А теперь Оглянитесь По сторонам И Пористайте Инстаграм Думаете Вы легко Найдете Представителей Красивых И самок Одиночек И у Представителей Нашего вида Чтобы Такого Не случилось С вашим Ребенком Не превращайте Его в жизнь В мышиный Рай Что И все Умерли Получительно От старости Почему 25 Потому Потому Что 25 Экспериментов Было И сколько Лет Это длилось Почему Не Сколько Лет Что Было 25 Экспериментов Мы Все Заживут И Сколько Длилось Это Все Вот Елена Уточняет Почему Назывался Эксперимент 25 Потому Что Их Было 25 Экспериментов И все Они Одинаково Закончились А может Быть В каждом Эксперимент Были Разные Условия Во-первых Братья Тут Меня Постигли Разные Приятные Известия И События В моей Жизни Были Прошу У всех Прощения Поскольку Не был Прощен На воскресенье Меня тут Скрутило Посетил Господь И радость Была Неописуем Температура И все Удовольствия Вот Значит Прошу У всех Прощения Чем Соблазнил Словом Или делом Особенно Словом Бывает Что Ну Как Вспылишь И прочее И прочее Бывает Вспылишь Но Как говорится Простить Простил А забыть Не могу Монах Простит Но не забудет Вот Вы понимаете В чем дело Я забыть Не могу Забыть Не могу И Или себя Наказывать Зачем За то Что я не могу Простить Того Человека Против которого Я что-то Сказал Или оставить Вот это Ну Как бы Отрицательную Энергию В себе Против того Человека Или оставить Ее То есть Нужна она Мне Или нет Вот В чем Дело Я думал Об этом И тут Случайно Значит Случайно Попал Один Муж Церковный Ну Всем известный Он говорит Что Молиться За другого Человека Открыто Открыто Там Какого Нибудь Агафона Господи Помилуй Там Бить поклоны За него Тысячу Там И прочее И прочее Что это Очень Опасно Для чего Потому что Лукавый Слышит Наши молитвы Все молитвы Слышат И Может На того Агафона Воздействовать Так Что Твоя молитва Будет Только ему Во вред Ну И прочее И тебе Может повредить Он так Говорит Это его Мнение Но я понял Так Что Самая Сильная Молитва Это За твоего Как бы Говорится Врага Или Человека Который Значит Ну Не симпатичен Тебе Вот так Вот Это твоя Самая Молитва Что ты Морешься Господи Ну Да Старый Вот Совершает Такой Или Говорит Вразуми Его Не знаю Что дальше Будет Не знаю Так вот У меня Случилось Именно Такое Вы понимаете Что Жду Значит я Приезда Дорогого Мне Человека Издалека Едет Сын И все дела Думаю Завтра Приезжает Утром Там В 7 часов На самолете Значит Вечер Думаю Схожу Ко я В магазин Прикуплю Хлеба Свеженького Угостить Лебяжинским Там Туда Сюда Еще Поста Не было И прочее И прочее И сходил В магазин Ну С километров Через озеро Сходил Обратно На второй день Все Манекен Понимаете В чем дело Я вот Ждал его Там Каждый день Считал Там Как гембель В армии Считал Там Зарубки Ставил Эти Тона На ремне И прочее Сын приехал А я Все По 38 Температура И меня тут И втирание И вливание Что мне только не делали И Уже Ничего не проходит Обычно Кашель Это же ерунда Кашель Ну покашел Маленький Все Потом пошли в больницу Оказывается Там это все Дальше больше Там все просветили Наверное Свет можно было Думаю Не включать Весь просвеченный был Рентгеном этим Вот Что И в итоге Сын уезжает И мне легче Буквально Там Семь дней Наверное Он был И все Мне легче Думаю Ну все Слава Богу В церковь пойду Только подумал Бах Опять И все У меня Вторая волна Санкций И меня опять Накрыло Опять кашляет И сейчас До сих пор Уже месяц Месяц Понимаете И я это связываю Только с тем Что Я был Небдителен К себе К себе Во-первых Потому что я заболел Мне очень приятно Мне сын втирание делает Мне яблоки Апельсины Ничем мне только не дают И все удовольствия Мне хорошо И я расслабился И забыл это дело Все Ну естественно Температура Как бы она В мозгах накладывает Свой отпечаток Так вот Я к чему говорю Что В таком состоянии Особенно Как бы в болезненном Как сегодня заметили Право выбора У каждого человека есть И его отнять Никто не может Никто Потому что Дано Богом нам И Бог сам Не может Изменить Это право Во мне Которое во мне есть И я сам выбираю Добро или зло Что такое хорошо Что такое плохо Господин Маяковский Сказал У него сын спросил А что такое хорошо Что плохо Мы не знаем И в итоге У нас получаются Вот такие казусы И опасности в жизни И как Один больной Спрашивает у врача Доктор Скажите А сколько мне осталось Врач говорит Ку-ку Ку-ку Вот и все Неизвестно у кого Ку-ку Я к врачу пришел Он Как сегодня сказали Ничего не знает совершенно Платная клиника Вы понимаете Платная И там А они как правило Все Я уже второй раз попал На деньги И все Не больше того Я его не отрицаю Может он учился Там и прочее Вот И у него бывает успех Выписал какие-то Такие лекарства Что я потом почитал Их только детям дают Эти лекарства Чтобы у них не было Там Ну Какое-то там Расстройство Чего-то И все Взрослому быку Такому центнервесам И мне дали Вот эти лекарства Которых надо мне Стаканами пить А он мне одну таблеточку дает И что Я вот месяц уже хожу У меня усугубилось это Так вот что И я связываю только с одном За меня Хорошо Помолились Я с батюшкой разговаривал Мне стало легче Ну все Я тут расслабился Все А потом По-видимому Где-то я что-то почерпнул Опять отрицательное Или во мне это родилось И меня второй волной накрыло И все И я вот тут варил Ну и сейчас у меня температура Ну как она такая небольшая Там 37 37.1 Вот такая Самая нехорошая Лучше 38 Лежишь Апельсины ешь И еще ничего не делаешь А тут работать надо Лед долбить и снег чистить Вот в чем дело Извините за Это вот так Все это спонтанно получилось Так вот Наблюдать за собой надо Особенно В трудной ситуации За все Благодарить Бога А тут действительно Погода там Дождь Ветер Солнце Нам все плохо С зонтиком вышел А дождя нету Да что такое Разберись Он мне этот зонтик Без зонта пошел Дождь пошел Да что ж такое у меня Все вот это на мне Вы понимаете Это в жизни человека Это очень часто И постоянно такое Поэтому и сейчас И я настолько благодарен За вот это заболевание Хотя мне тоже лет Уже как бы Скоро перекидываться Пора будет туда Это мы только внешне Как говорится Как сараль большой А внутри так нилой Все уже Вот в чем дело Наблюдать за собой Особенно в отношениях С близкими людьми А мне близкие люди Все Ну все верующие Близкие люди Все верующие Близкие люди Мои Там брат Сестра Не важно Они близкие люди Мне Особенно близкие По духу Потому что По кроли У меня есть Родственники Но они дальше Чем По духу Вот в чем дело Состоятся Поэтому Наблюдайте за собой Особенно молиться За тех Кому мы желаем Чтобы он Чтобы он Исправился В жизни своей Потому что Он хороший человек А что о нем молиться Он и так хороший Он Посты Там поклоны Что он только не делает Ради Чего только не знаю Не все это делают Ради спасения Потому что бесы Они знают Бога Знают Христа знают Знают Они веруют Трепещут Да Но все равно Остаются бесами Почему Почему бес Не меняется Почему То ли его Случность его такая Или что у него такое Я не знаю Вот так и люди бывают Понимаете Ходят Веруют И все трепещут А не меняется Какой был Такой и остался И вот за этих людей Надо особенно Нам молиться Поскольку это молитва И нам не поможет Как молящемуся И тому человеку То есть двоим Два в одном Спаси Христу Братья За молитву За любовь За ласку Слава Христу Мы рады Что вы с нами Вновь И Надюша И Николай И Колюша И Колюша Да Брат Только остался Поднятый твой вопрос О том Как быть с тем Что Простить простил А забыть не могу Вот Либо Это конкретно О себе Ты говоришь Либо ты это просто Как реплику Для размышления Всем Но я для себя Отвечаю на этот вопрос Таким образом Что Да Нужно Простить И Пытаться Забыть Ну то есть Это не всегда Это Это непросто То что непросто Это однозначно Почему? Да потому что Самость Потому что мое я Оно всегда Давлеет Над нашим сознанием Я вот Меня обидели Я не могу Простить И я не могу Забыть Вот словами Я произнес Своим языком Колебание Произвел Воздуха А в душе Сердце Осталось Вот это Самое страшное Самое сложное Если ты не простил Если ты не забыл Так не было Тогда Вся молитва Тогда была Напрасна И то что ты произнес Это было напрасно Даже Напротив Для тебя же Во вред Значит Нужно Настойчиво Молиться О том Чтобы Это И забыть Все таки Необходимо Это сделать То есть Необходимо Делать И добиться Того результата Который нужен Для спасения Твоей души То есть Это ко мне Прежде всего Я отношу Разрешите Я немножко О погоде Подправлю Но я Мы с Мариной Единственные Кто жили При температуре Минус 65 градусов Поэтому я вам Так хочу сказать То что Ну Все познается В сравнении Поэтому Плохие погоды Запомните Существуют И места писания Их множество Господь говорит Молитесь Чтоб бегство Ваше было Не зимой И не в субботу А апостол Павел Когда они остановились На острове Кипр То Там знали Что будет Сейчас зимние Ветра Но ничего не смогли сделать Нужно было Корабли Осушить И там Ну видать Заплатки ставить И так далее И долгое время Это И все таки Они поплыли Вдруг там Такой ветер Помните Попутный Они поплыли А тут Раз Направление Сменяется ветер Их начало носить И помните Чем закончилось Корабль погиб Но начали молиться И Господь оставил В живых Поэтому Господу Известно Что погоды Есть плохие Он их сам посылает Говорит Землетрясение Там и так далее Ведра будет Помните А если Багрово То значит Хороший Там ненастья будет Что такое ненастья Ненастья Это ненастная погода То есть Она Не очень хорошая погода Вспомните О Филоне Которую попросил Апостол Павел Филон Мне принесите Там и книги Еще захватите Пожалуйста Сюда Что такое Филон Филоне Это специальная Одежда Для путешествия Из толстой кожи Вот с таким Капюшоном Сейчас вот У священников У них вот такие Небольшие А так Это как капюшон А потом Прям капюшоны Пошли А тогда Было вот так Вот стоял Для чего Чтобы ты наклонился Против ветра Пыль Там Дождь И так далее Поэтому Я хочу Поправить немножко Господь знает Что есть Ненастные дни Есть злые дни Говорит Господь Даже Когда это Противники Нападают Когда пожарищи Какие то И так далее Страшные Но Говорится За все Благодарим Господь знает Эти Дни Которые Он же посылает Ненастные И он знает Что они Плохи нам Но Они для чего то Нужны Для нас Допустим Они не нужны А для кого то Нужны В Америке У них торнадо А у нас Гололед Сейчас Сколько рук У нас Посломали Сколько сестер Легли с ногами И так далее То есть Аккуратно Надо ходить Ну Смотреть За собой Вы еще Господу нужны А для чего Ну благовествовать Нужны Молиться Молиться Нужны За других Вот сейчас Сколько просим Сейчас благовествовать Уже Не на благовествующихся А Молиться Это уж можно И так далее То есть Вот в интернет Сообществе Сколько Вот у нас Молитвенная поддержка Заходить Надо смотреть И молиться То есть Поэтому я Вот это хотел сказать Не то что За все Благодарим За ненастие И так далее Да Это ненастие Но оно От Господа Вот что Дело Ну а потому И благодарить Нужно Потому что От Господа Потому что Осознаем Что это все От Господа И Господь Посылает солнце И дождь И снег На праведных И неправедных Потому что Для него Все мы Чадо Его Да И для сравнения Пример В Узбекистане 300 солнечных дней А на Алтай 145 Вот и все Ну самый солнечный Город Это Кисловодск Ну я просто Сравнил Приблизительно Чтобы понятно Было Тут рядом с вами У них половину Я был в Кисловодске Вот понимаете Приезжаешь От Пятигорска Там буквально Ну меньше полчаса Езды На этом На электротранспорте Приезжаешь Вот совершенно Здесь в Пятигорске Пасмурно Облака Там все Это накапывает Дождь Приезжаешь туда Там солнце Воздух Назрачный Не надышится И нарзан Бесплатно Так Еще у кого Есть слово Кто Есть слово Говорите Вот такой Подарок Положили Веранде Чей кто Сколько Сколько Не спрашиваю Никак Никто Не знает А тут Материалы Новые Поди Валентина Нет Не спрашивали Валентина Она часто Приносит Что-то Валентина За кого За кого Помолиться И кому Это предназначается Я говорю о том Что говорено было Как бы итог подвести Валентина 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 Это же твои Братья Пока 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 не в пивной Дай Бог Сохрани Господь Понимаете Говорим Говорим Это наклонная плоскость Скажи Я не знаю Туда Но ты имеешь доступ Позвонить Или как-то Заранее ударить Вот Надежда Александровна Ведет занятие Она все время Интересуется Летом приходим Она первую очередь Говорит Где были Когда были От вас никого Нет ничего Я как-то Один раз Приводил Такой вам пример Загадку Загадал Из деревни Уезжает Несколько человек Учиться Сын старосты Там другие Есть люди Которые Уезжают Уезжают Учатся То другое И вдруг Из Барнаула Кто-то звонит Интересуется Где они будут Как будут приходить Как им помочь Никто И сразу На меня выш Я к батюшке Батюшка Как будто бы Не слышал Вот такое Я сразу Загадал вопрос Кто это Из Барнаула Из крестовозвиженской Общины Так заботится О детях Не его Кто это Все звонит И как бы Они не отпали Как с ними Занятия проводить И прочее Кто это Вы знаете кто Ну так Для себя Имейте ввиду Требуется Человеку Помощь Молитв Он бывает Иногда Совершенно один На этом поприще Не будем называть Вы сами знаете Далее Когда люди Примирились Говорит Русская пословица Наплевать Да и забыть Это пословица А где в Библии написано Что если мы Простились Забыть надо Откуда это взято Апостол Павел Почему Он о себе Говорит Молитесь Обо мне Дабы Я А только Говорил Я не достой Назвать Апостол Я гнал То есть Он перед глазами Людей становится Таким Который Открыто А не так Что открыто Молиться Это такое Будет Это все Выдумка Это люди Писание Не считают Открыто Молятся Люди Собираются И молятся Павел Только приезжает И говорит А мы уже знаем Тебя узы ждут И все время Молимся Открыто Молятся И молятся Не только Об этом Что Павел Говорит Нам широко Открыты Врата Много Противников И о противниках Молятся И нигде Секрета Не было Община Передает Эти знания А тут Что это Заводинки Такие Наша Община Не какая Это Евангельская Поэтому Это хорошее Слово Быть избранным И быть Святым Бог Дает нам Которые Рожденные Свыше Действуют Мы должны Оправдать Это звание И так Помнить Надо Почему Для того Бог дал Память Чтобы Об этом не случилось Какая была Беда Почему Мы стали Неприятелями Теперь Исправляется Он или нет Нуждается Левчонка Или новую Компанию Набирает Отравляет Так ли Это все Забыть Нет Никак И апостол Павел Спустя Много лет Опять Напоминает Ильян Но Иоан Это любовь 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 Однако Театреп Нас не пускает Такой Я приду Я напомню Кто он Он не молится Он напомнит Чтобы разжечь Людей Человека Писание Так говорит Я приду К вам Я напомню Что он делает Этот человек Он не только Нас не принимает Но и кто нас принимает И он их изгоняет Никто не знает Кто он был Какую должность занимал Это Никто не отвечает Ни Афилак Никто Может быть Чей-то Руководитель Был И другое Надо помнить Это Помнить А вот такой Это был противник И нас Бог Примирил И мы сейчас Как неразей вода Мы близки Друг другу Это я просто Говорю О том Сейчас говорили Другое У нас событие Непростого масштаба В этом Числе Может быть Завтра Послезавтра Прибудет Основной груз Тут уже показали Цифру Какая И сколько Тут тонн И сохранить надо Теперь мы Более щедро Это когда хотели Новый завет Приобрести Мы говорили Только полным Комплектом Потому что Эти книги Еще остается 150 экземпляров А 700 из них Тысячи экземпляров Подарили Библиотеке Даром Повторяю Наш подарок Обошелся нам 35 миллионов рублей И не откуда А от Бога И вот если это придет Вы позаботитесь Кто нуждается в этом Кому написать Порадоваться Что как бы не было трудно Из такой дали везут Из Подмосковья Там далеко ли Можейство Где-то рядом Не очень далеко А? Ну 200 километров Ну вот так Так теперь Если только придут книги Кто-то Перемест Местами перемотал Вот Я сколько раз говорил На книгам не прикасаться Гляжусь сегодня Такую книгу нести Подошли Она перекинута А у меня так Там идет Несчетное число Там первая Здесь вторая Там третья Здесь четвертая Легко видеть как Не помогаем Сестра отправляет Набирает не куда-то А в Латвию А в Латвию ходу нету Теперь надо Чтобы наш адрес Хороший Точный Крепкий человек А это не 2 килограмма А 30 с лишним килограмм Получится 3 посылки В Москве кто-то получает Из Латвии Теперь кто-то приезжает И берет Это один экземпляр Получить Работа идет Сестра этом занимается И на него конечно И на папке И еще только нету Так Теперь Мы еще не получили Завтра и послезавтра Сказали Уже придет Груз сюда Точно перепиши Сколько выходит Десятина Это моя Уже люди спрашивают Сегодня же Ночью сказал Один Раскинул это Это что 3 тома за 5 тысяч Всего Вот и все Люди понимают Сколько здесь Заложено труда Сколько Коллекторы Работали Всем подарить надо Нашли 17 библиотек Чтобы тоже получили От нас Как в обязанность Ставиться Полный комплект Как только получим Мы вчера Начали работу По 4 томник У нас еще есть Это 4 тома Моих проповедей В стихах А почему Сейчас они раньше Потому что Я зашел на пору А там был парализованный Большая переписка Была Сергея Козлова Сергея Георгиевич И он Объявление дал Я и даже Не помню Что такое объявление Облачается к людям Называет меня Игнать Тихонович Давно хочет издать Но сам им Стыдиться попросить Я за него Ходотайствую Я написал Что Просьба С того света Его уже Сколько года На роду Нету Да Это и больше Больше Да И там все Описывается Куда Такую дать Возить Не надо Вот эти книги Все были изданы Кроме одной Кажется Неканонической Симфонии Горно-Алтайской Сколько Километров Затуда Ну 300 200 200 Связи нету Может быть 270 Свяжутся с ними Рассказать Его звать Эдуард Васильевич Алтайст Ну их позвать Шор Шор Это Какое-то такое Название Значит Четыре тома Каждый том 800 страниц В твердом Переплете Вот как Для слова Божьего нету С такого же Белого цвета Как красные Вот надписи Четыре тома Сейчас мы Сразу Вчера набрали Восемь корректоров По два На каждый том Значит Работа началась Подготовить Теперь В фотошопе Работать Ну Обратились К московскому Брату Николаю Астахову И там Где у нас ходят У себя У меня 24 тысячи фотографий Но они ужатые Надо найти оригинал Которые не ужатые Ну чтобы Чисто были Это тоже Надо помолиться Об этом Книги эти Сразу В первую очередь Попадают в библиотеки Тираж сделать Вот Меньше тысячи Не издавали А этот сделать Хотя бы 100 экземпляров Ну Самое минимальное Потому что Цены Космические идут Речь идет О шестизначных Цифрах А то о семизначных Цифрах Вот какое дело Я однажды иду Каждый день Я хожу на прогулку Тут один день Сходил где-то Насчитал 11 тысяч шагов Взял Вчера где-то Или это Я 8 тысяч прошел Шаги считаю Где-то Это необходимо Для организма Иду В здание И написано Книга Печатание Что это такое Я зашел Маленько раньше Еще было Я говорю Какая разница Типография Да никакой Просто так Стал с ними говорить Они сразу записывают Все Надо проверить Показывает Хорошая книга Име изданная Может быть Они не имеют Име изданная Вот надо как-то Мне проехать И узнать Какие типографии Есть Хорошо бы Барнаульская Вот как Вот это Для слова Божия Они тут закруглены И вот как С этими Закладками Вот Сделать это надо Найти Ты не можешь Пойти никак Ну вспомни перед Богом В ночной молитве Вспомни Если она есть Днем Мы же делаем И для себя Только Мои стихотворения Я их своими Назвать не могу Они настолько Оказались Неподатливы Что с третьей Я говорю Брат Игорь Владимирович Тут больше всего Знает И то С третьей попытки Только начинает До конца видеть Что там написано Я их не считаю Своими Три тысячи Четыреста Шестьдесят Семь стихотворений Каждые девять куплетов Эпиграфы из Библии Вот сегодня я разослал Тридцать шесть строчек Девять куплетов И напротив каждое Место писания Откуда взята мысль Тридцать шесть раз Открыть Библию Этого никогда Во вселенной не было Почему? Положено было на сердце Ну кто-то считал Вот сестра Я не вижу Татьяна где-то Мы говорят Считали Считали Тут Каждое надо открыть Посмотреть Откуда мысль взята Вот я если спрошу Ну кто хочет помочь нам? Ну с вас спрашивать Не работаете Я имею ввиду Молить ли на пока? Молиться Вот так Вспомнить Потому что Эти слова И очень большую роль Играет Вот я говорю Вчера один С Молдавии Написал мне С ногами больными Я говорил Я лягу здесь У Бога буду выпрашивать Сейчас Уже помолился Половина болезни Моей Говорит Отдай мне Господи Чтоб я сохранился Еще поработал Люди Незнакомые Первый Ну год Переписываемся Где-то Который много претерпел Многократно был В лагере В тюрьмах А теперь Среди них работает Несет благую весть Нам нужно Вот эти силы Объединить Здесь Пасы не прикасаться Путать Не надо У нас все как надо Какие есть предложения Кто-то узнали Дайте знать Что у нас Богатые Трехтомник Нового Завета Ну Основной Это он у нас Там где-то В Москве Оставили Сколько-то Видимо Тысячи Четыре Три с половиной У нас будет Извали Это пять тысяч Ну там Считай Сколько кто взял Там Четыре Пятьсот У нас Ну Где-то Основной Это сюда Везут Минимум Минимум Ну Три с половиной Это так точно Четыре с половиной У нас Ну вот И поэтому Надо знать Чтобы они не лежали События быстро Развиваются В мире Обращаются По этому адресу Все это Будет храниться У нас В железном Контейнере Я даже еще Не видел Как там будет Но во всем Доверяюсь Это вот Наиглавнейшее Первое Сказал о ребятах Узнать где Чтобы они Позвонили брату Игорю И сказали Почему Их не было И он с ними Проведет Какую надо Дезинфекцию Так Которые ребятишки Если не приходили Я тоже Говорил об этом Старайтесь Приводить Даже она А он Или там Мальчишка Проведет Десять минут На богослужении Больше Это трудно ему Остальное время Там Ну можно Чтобы кто-то С ними там Побыл Они побыли Во дворе Ребенок Не понимает Но чтобы они Знали Воскресенье Посвящается Богу А не так Что нет И нет Я говорю Запомните Запомните Вы теряете Слишком Много А что Сделать Сейчас Опомните Как бы Они Не зарабатывали Что бы Не делали Вот сейчас Прочитал Про этих Золотых Мышей А я Считал Лет Десять Назад Она Слово Повторяется Не надо Забавить В дальнейшем Она При жизни Канонизирована Считай Будет Нобелевскую Премию Получит Она Маленькая Согнутая Мать Терезе Смотреть Не на что Но она Поехала В Груди Благословилась Монашество В миру Ничего Нету Она Мел Где-то Нашла Кусок У вас Дети Ходят Школу Да нет Никак Набирает Сразу И она Сказала Дети Никогда Лишними Не бывает Как звездам На небе Тесно Не будет И она На стенах Кирпичах Стала писать Учить У нее Никого Не было Сейчас Я могу Ошибиться Это Пример 200 тысяч Последовательность Ее В монашеском Одеянии И как Они Трудятся Где Какая Беда Вот Случилось Там Землетрясение Она Уже Там Едет Кажется Спит Попробуй Еще Она Она Дальше Продолжает Читать Молитву Которую Сне Считает Это Как-то Католические Студенты Ну Семинаристы Сказали За час Святых Нету А преподавателям Говорят Посмотрите Они Посмотрели А там Вы знаете Кто это Это Православный Святой Иоанн Шанхайский Католики Его А меня Обвиняет То Что Католичку Считайте Святой Считаю У нее Она Причищалась Ей Нобелевскую Премию Дали Она Не стала Получать Папа Наградил Ее машину Лучше Она Сказала Не надо Там Продайте Деньги Дайте Вот Ну понимаете Это образец Это люди Которые В наше Время Живут А здесь Ну нету Нету Братьев Нету Где они И сказать Что мы Их не знаем Мы их Очень хорошо Знаем Они у меня В лагере Были Ни день Ни два Восемь лет Приезжали Как Их Теперь Почему Нет Я им Говорил Приходите Сюда Мы найдем Где Ночевать В субботу Погодите В воскресенье На этой неделе В среду Вечером Будет канон Рея Критского Вот Если некоторые Ни разу не были Приведите сюда Ребятишек Пусть они Хотя бы Ну Полчаса Побудут И то будет Хорошо Скажет Я была Ну не до конца Ну и до конца Не помешает Поклоны будут Земные Тем более У нас Помилуй меня Божье И дальше Благодарение И слава тебе Божье На три ступени Считай Это вообще нигде Нет Только у нас Бог делает Вот у меня Самое главное Спасибо Христос А за остальное Я благодарю Считаю что Каждый день Считаю где какие Вот она лежит В больнице Она ее перевернуть Нельзя Вот сейчас Готовит 36 переломов Где Ее нельзя шевелить Она ломается Вся Неужели это Такие люди есть Так я то не так А вы знаете Без рук без ног Который родился По всему миру Ездит Кто Как его звать Ник Вуйчич Ник Вуйчич Вуйчич Кто он по наце Какой Вера Сир Когда отец Стоял Ждал результаты Жена рожает И вышел Который хирург Там и говорит Неприятное известие Ребенок Рождается мальчик У него одной руки нету Я пополз по стене Отец Говорит Вот это да Оказалось и второй нету И ног нету Мласты какие-то И вот нас с ними Папы римские встречались Президенты И он что только проповедует И за него замуж вышла фотомодель В Таиланде В Таиланде кажется И теперь подвешено у него Ребенок лежит с ним Двое Двое теперь Я слышал второго тоже Понимаете Какие люди Современники наши Он был здесь в России Когда проповедовал Сколько людей было Борется еще Как он плавает Купается Зубы шлистит Расческа Он головой так вот Где И там Которые больные Его обнимают Он во всех Силу такую дает Так понятно что У меня одна нога есть У него ни одной нету Вот так Спасибо Христос Но на правах ведущего Я позволю себе Короткое Короткий комментарий По поводу Опять же Этой обиды Да Я знаю свойства мозга И это утверждает Академик Института мозга Татьяна Владимировна Черниговская Я много смотрю Ее информации Она говорит о том Что мозг Ничего не забывает Так что забыть мы Ну физически Даже не можем Потому что Это вот Свойства мозга Однако Это необходимо Нам Ну как В какой-то тайник Что ли Запрятать его туда В какие-то В подкорковые Инстанции Не в коре головного мозга Держать это То есть мы Все равно должны С этим Этому противостоять А иначе Тогда не было Прощения Ну и потом Конечно Как вот Мама у меня Когда исповедовалась Батюшке Говорит Она Что мы Нет я когда Батюшке говорю Что у меня постоянно Возникают Мысли о том Иду на исповедь И возникают мысли О прежних грехах Хотя я уже Их исповедовал Он говорит Так Господь Всегда Если ты забываешь Про свои грехи Господь вспоминает Про них А если ты Помнишь о них То Господь забыл Так что это Вот такой Небольшой комментарий И обращение К дорогой сестре Енечке Енечка Возьми пример С моей семьи Мы с сестрой Вот не так давно Случилось так Что я проспал На службу И я покаялся Слышали об этом Что я покаялся Было такое После этого Теперь моя родная сестра Она каждое утро Как ехать на службу Она говорит Где ты? Где ты? Что ты? Она беспокоится Витя ты встал? Ты где? Я говорю Да я уже еду Побеспокойся О твоих дорогих Родных Единокутробных Братьев Братьев И сестре Прояви любовь А любовь это В простом Ты позвони им Напиши Хорошо? Может они во Власику поехали Или заболели Мы просто На автобус Не поехали И не только сейчас А перед каждой службой В воскресенье Прямо утром Или вечером Ну имей общение с ними Они же тебе не чужие люди Ближе Чем больше У нас семейная группа Да Я просто Наоборот хотела Даже думаю Если они еще придут Я даже хотела Ну как бы Порадоваться Потому что Они стали Лучше ходить По посещаемости Потому что я Ну много лет Как говорится Мониторила Вот с ними Эту ситуацию То есть как-то Они тут расслабились Особенно в прошлом году Ну тут Вани вообще не было Он там дипломом занимался И целый год Не приезжал практически А тут вот Фроси например Была Три воскресенья подряд Такого не было Ни разу За пять лет В этом году Пять лет Как Насте не стало Вот будет Три раза Кряд То что я раз Офрося опять пришла А она у нас Доклад делала По Гидеону И то есть Ее очередь доходит А мы не дошли Занятие кончилось Она в следующий раз Офрося молодец Твоя очередь Потом она не закончила В следующий раз приходит На занятия Я просто по воскресной школе Вижу Что вот Три занятия Подряд она была И Порадоваться просто Что они как-то так Возревновали об этом Даже вот Братья-то не пришли А Фрося там была же Фрося там была Поэтому вот Старается сестра То есть они И братья чаще стали ходить Слава Богу Но сегодня Может быть из-за того Что батюшки нет И может быть они Во власику пошли Это надо выяснить Просто И Мы их не тянем То говорят Что вы их так цепляете Что вы их там Так Да мы не дергаем Мы просто переживаем за них И все Если там нету Например Огнюша Сказали Огнюша приболела Там мы знаем Кто что не пришел А их нету И сестра не знает Просто переживаем По любви Вот И хотела еще попросить Вот Я Миктором говорила Что договаривалась С одним Автосервисом Вот Сергей его знает Константин Помнишь он с собакой К тебе приходил На тренировки Ну говори Вот У него свой сервис И Я с ним разговаривала Еще в прошлом году Чтобы не старо Как-то пристроить Ну как Подработка Летом Летом вот Фрося работала А братья нет Я говорю Ты хочешь Вот я договорюсь И будешь ходить Там Откручивать Прикручивать Тем более Решил учиться Он говорит Ну я с огородом Я там это занят был И вот Слава Богу Нестор созрел Нестор созрел Теперь он ездит И ему это нравится Я говорю Нестор тебе точно нравится Может тебе Ну как бы Это не нравится Спаси Христос Он мне каждый день пишет Спаси Христос Вот никогда на связь не выходили Два месяца сообщения Отправлю вопрос Задам Никто не отвечает А тут он мне каждый день пишет Спаси Христос Вот тоже Слава Господу Ему нравится Он туда ходит Но вот Первую неделю Вот И этот сказал директор Что если он будет им полезен То есть он набирается опыта После занятий Заезжает По дороге Ему по дороге В сторону силикатного То есть никуда Специально ехать не надо По дороге Вышел Поработал Вышел Дальше на автобусе поехал Все Теть Надь Там их чайник есть Микроволновка Холодильник Все хорошо Пришел Переоделся Потрудился Что делал Масло меняли Там в редукторе Или где-то Я не понимаю В этом То есть слава Богу Чтобы ему это дальше нравилось И этот Константин Андреевич Директор Он сказал Что если будет все Будет от него польза Он ему еще и платить будет То есть к этому все идет Поэтому Как бы еще и маленькая Может там подработочка Будет У меня возник вопрос По поводу этого человека Пациента Который с рукой-то был Молились А он от нас Выписался Был в другой больнице Руку-то сохранили Потом он попал К Тане А я откуда знаю Он от нас выписался У Тани Выписался с рукой С одной рукой Был у Тани А дальше Был вопрос Ампутировать или нет Я чем закончилась Надо у Тани спросить Может быть она знает Потому что к ним У них же сосудистая хирургия Он лежал Как его Яким Яким Да Вот дальше У нас базы нет Чтобы зайти Посмотреть Что там В другой больнице Чем все дело Закончилось Ничего Вопросы есть У кого Сообщение Комментарии Завершаем Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херубим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Иноплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не Познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И Проповедуют Смело И Инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бог Иегова Дух Святой Да Наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Честь И поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Милостивый Господи Прими нашу молитву В изъяние рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перепрессованной Благодати Твоей Божией И соедини наши Молитвы С молитвами Всех Святых Молящих Тебе На небе И на земле Ты Господь Сотворивший Этот мир И сохраняющий Его Как Зиждитель Ты Господь Знающий Все Прежде Бытия Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Пролитой Крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас Грешных Прими Наши Молитвы Исполни О всех Заповедавших Намолиться О них Спаси Их Господи И помилуй И мы молимся О незаповедавших Коснись Их Сердец Прими Их С собой Господи Пошли К ним Тех Кто знает О спасении Ибо за гробом Нет покаяния Тебе Хвала Слава Честь И поклонение За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушают И дослышат Рабы Твои Голос Твой Иди Господи Безопасность Шоперы Этому Евгению И доставь Эти книги Сюда Тебе Слава За все Аминь Аминь Спасибо Христос Кто-то Платочек Уронил Признавайте Кто Похож На мой Но Не знаю Вот здесь Увалился Признавайтесь Продолжение следует Продолжение следует...